Вера Черкова Глава первая «Ивеста, види Терсию на второй этаж, выбирайте ей покои». Распорядился чародей, едва маленький отряд оказался во дворике Цитадели. «А ты, Дест, проводи деда. Как умоетесь и переоденетесь, приходите в обеденный зал. Праздник уже начался». «Идем», — подхватила наставницу под руку княжна. «И не волнуйся, к женским покоям лестница не подпускает ни одного мужчину». «Да я и не волнуюсь». Травница, промолчавшая всю дорогу от мельницы, внимательно разглядывала высокие своды и безукоризненную чистоту зала. Через которую воспитанница вела ее к резной двери. «Веся!» Из соседнего зала стремительно вылетел неизвестно откуда узнавший об их приезде Ансарт и вмиг оказался рядом с куницей. «Ну и где вы пропадали?» «Я расскажу», — взмолилась Эвеста. «Только зови меня Эви и дай сначала умыться. А еще лучше беги на мужскую половину, там Дест прадеда повел устраивать, он теперь тут жить будет. И еще...» «Поосторожнее с ним». «Какой-то шаман сжег его мельницу». «Как сжег!» Сразу насторожился Анс. «А готовые зелья, ингредиенты, амулеты... Он же все деньги на них тратил. Там было столько ценностей. Три новые мельницы можно было рядом поставить, и на дом с садом осталось бы». Алхимик резко смог, сообразив, что сказал лишнего, развернулся и побежал в противоположную сторону, комнатам, где жили мужчины. «Часть уцелела, которая была в сундучке», — успела сказать ему вслед веся и распахнула дверь. «Вот, значит, как...» Задумчиво пробормотала Костина, поднимаясь по лестнице. И, судя по ее отстраненному взгляду, травницу больше не волновала ни замысловатая резьба перил и наличников, ни пушистый ковер под ногами. «На дверях занятых комнат стоит вот такой знак», — показала Веси и только теперь вспомнила про защиту. «Вот, растяпа, я же свой ключ сдала. Это моя комната». «Ну, давай выберем мне комнаты», — мгновенно нашла выход наставница. «Умоемся и пойдем за твоим ключом». «Нет, я пойду сейчас», — огорченно отказалась куниться. «Все равно мне нужно положить в сокровищницу камни и украшения, даже обручальный браслет. Здесь источник, вместе с ними нельзя». «Я знаю». И не подумала уговаривать ученицу Костина. «Раз надумала, то беги». Однако бежать не пришлось. Дверь распахнулась, и в длинный пустынный коридор ворвался с густых серебристого тумана. В одно мгновение оказался рядом с Веси и развернулся в огромного осьминога, стоявшего на двух щупальцах. Как человек. Двумя другими он протягивал юной чародейке большую шкатулку. Еще несколько грациозно велись вокруг него. «Хлоп!» Обрадовалась Веся. «Ты принес мой ключ? Подожди, не уходи, я сложу в шкатулку свое украшение». «Тогда и мои сложи». Кася протянула воспитаннице завернутую в платок статуэтку, которую так и не выпустила из рук во время пути. Хотя и не сказала Ульсену больше ни слова. «Давай». Ученица достала из шкатулки свой ключ и обнаружила рядом с ним записку. «Феодорис просит тебя немного пожить в незапертых комнатах. А как примут в круг, так и получишь свой ключ». «Ну и хорошо. Я вообще не знаю, зачем мне запирать эту комнату, если ценные вещи хранятся где-то в сокровищнице». Резонно заметила травница, ссыпая в шкатулку свои обереги и амулеты вместе с незамысловатыми украшениями. «Вроде все». «А вот я над этим даже не задумалась». С досадой вздохнула Веся. «Раз чародеи запирают, значит, им не нужно». «Хотя действительно, зачем? Ну, идем сначала смотреть мои комнаты или выбирать тебе покои?» «Давай я твои позже посмотрю. Там ведь праздник в разгаре». «Ну, тогда выбирай. Вот с этой стороны покои обиты восточной золотой парчой, а с другой стороны мраморные колонны. Последние серебро и звезды. Куда идем?» «Лучше колонны», — сразу решила Костина. «В золотой парче я буду себя чувствовать пленницей восточного Раджи. Не желаю». «Ну и хорошо. Тогда иди вот в эту дверь. В шкафу можно брать любые вещи». «Я побежала», — заторопилась ученица. Проводила наставницу и почти бегом бросилась в свои комнаты. Но ни слова травницы о празднике подгоняли ее пуще приказа. «Ведь Берест точно знает, когда у нее настоящий день рождения», — сообразила вдруг Веся, ни на миг не забывавшая о женихе. «Да и как о нем забудешь, если застрял в сердце теплый лучик?» «Да так и тянет обернуться в ту сторону, где находится ястреб. И представить, чем он может заниматься». «А ведь он наверняка приготовил невесте подарок. Просто не мог не приготовить. И, возможно, уже ждет ее сейчас. Там, возле суровой и неподкупной лестницы». «Ух ты, незадача!» «А вот у Веси ничего для него нет. Не до лавок было. И хотя заезжали они по пути из Солейска в харчевне перекусить, да в той спешке у нее и минутки не выбралось поискать лавку. Да куница даже подумать тогда об этом не успела. А если бы и подумала, так денег с собой все равно было мало. Саргенс везде платил сам. И хотя никому ни в чем не отказывал, да только не привыкла Веся к такому порядку. Хотя и понимала несомненную выгоду. Даже самые ушлые купцы не решались торговаться с чародеем, глядя на то, как быстро он находит все спрятанные изъяны в их товарах. Ну а покупать подарок вместе со свидетелями девушке не хотелось совершенно. Да и нехорошо бы это вышло. Подарить подарок только Бересту и обойти вниманием наставницу, Ансерта и прадеда. Да и остальные как-то незаметно стали своими. И Феодорис, и Саргенс, и Матвенис, и Бенро. Вот интересно, а где они-то берут подарки и где берут деньги? Вот почему она не спросила в последней харчевне у чародея? Он ведь не отказывается отвечать на такие вопросы? Размышляя над этой неразрешимой, пока задачкой, куница торопливо умылась и распахнула шкаф, заранее зная все платья и шали, висевшие в нем. В прошлый раз рассмотрела, хоть и времени мало. Но его, как она теперь начинает догадываться, у чародея всегда не хватает, несмотря на послушных магических слуг и поваров. Ох! Вздох сам сорвался с губ куницы, едва дверца распахнулась. Это когда же они успели столько одежды натаскать? Поразилась Веся, ошеломленно перебирая наряды. Всевозможных цветов и фасонов. Но больше все-таки таких, какие носят женщины и девушки клана камышовых котов. Неширокая юбка из легкого полотна длиной по щиколотку, но со свободной оборкой по подулу, вышитой шелком или украшенной кружевом. Сверху к ней прилагалась длинная свободная блуза с широкими рукавами, присобранными ниже локтя на шнурок. В обычные дни кошки носили широкие пояса и вышитые фарточки, а по праздникам поверх юбки и блузы надевали украшенный серебряным шитьем и жемчугом сарафан из плотного шелка либо сукна со шнуровкой по бокам и длиной ниже колена, оставлявшей на виду оборку юбки. Шаловливая мысль пришла в голову книжны мгновенно, а в следующую секунду она уже вытаскивала из шкафа праздничный наряд девицы из клана котов. Нарочно не выбирала. Руки сами потянули темно-голубую юбку и небесного цвета блузку. И к ним сарафан из мягкого густо-синего кашемира с тонкой серебряной вышивкой на подоле и вокруг глубокого выреза. Переодевалась как по тревоге, а когда начала плести косу и встала у зеркала, как-то сразу сообразила, какой подарок преподнесет Бересту и новой семье. Так и бросилась к двери, услышав короткий стук, заплетая свободную косу и держа в зубах серебряную ленточку. Веся! В дверях застыла непривычно нарядная, в зеленом полотняном платье, вышитом затейливо переплетенными цветочками, травница, и на ее побледневшем лице отражалась бушующее в душе смятение. Субтитры создавал DimaTorzok